Анна Колесникова занимается сбором грибов уже давно. Еще в детстве вместе с родителями ходила в лес. Так и научилась всем тонкостям тихой охоты. Точно знает, когда и, главное, куда отправляться за теми или иными дарами природы. И теперь передает знания уже своим детям. Конечно, это и большой рацион питания, потому что грибы – это достаточно важный вид питания, который можно тоже кушать. С другой стороны, конечно, это отдых от больших городов, от шума, когда ты можешь походить по лесу, расслабиться и получить просто удовольствие от этого. Перед походом в лес нужно основательно подготовиться. О модных трендах на время придется забыть. Выбор должен быть в пользу закрытой, яркой, удобной одежды. Перекус лишним не будет. После длительной прогулки на свежем воздухе аппетит всегда хороший. Перед выходом из дома убедитесь, что телефон заряжен на все 100%. И будьте готовы к неожиданностям. В лесу водятся не только ягоды-грибы, но и дикие животные. Например, лоси. Он погиб здесь несколько лет назад. И вот косточки, на них грибы не растут. Но косточки здесь лежат и уже несколько лет пугают местных грибников. Сезон опят в Подмосковье открыт. Погода теплая и влажная. Значит, урожай будет богатым. Вкусные, ароматные, с мякотью от почти белого до желтовато-коричневого цвета. Растут как на стволах живых деревьев, так и на земле. В данном случае мы видим опенок осенний на корневой системе дерева. Еще живого. Потому что опята осенние могут расти как на стволах уже погибших деревьев, так и на живых. Маленькие опята самые вкусные. Со временем у грибов ножка становится более твердой, жесткой. Дома ее придется обрезать. Лучше всего собирать опята не совсем крошечки, потому что их очень тяжело обрабатывать. Но опята лучше всего собирать, чтобы они были еще закрыты снизу шляпки. В таком случае они достаточно молодые. И под шляпку еще не залезли всякие жучки, червячки. То есть они оптимальный размер удобства и в готовке, и в обработке. Главное – все собранное правильно приготовить. Для этого важно соблюдать несколько простых правил. Дома все грибы нужно перебрать и тщательно осмотреть. После залить их водой, добавить несколько ложек соли, варить 15-20 минут. А после можно делать кулинарные шедевры. И тут единственное ограничение – ваша фантазия. Карина Яряшева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.